В Саратове прошел круглый стол, посвященный областной судебной системе. По словам участников, в работе судей произошел рабочий сбой, истребление института защиты. Роль защитника свелась лишь к его присутствию. Также процветает некое кураторство и кулуарное принятие решений. Особое место в дискуссии участники отвели теме судебной этики. В ходе обсуждения был озвучен ряд примеров, когда слуги Фемиды грубо нарушают кодекс. В частности, по словам выступающих, об этом говорит случай в Базарно-Крублакском районном суде, где имели место факты грубого нарушения процесса. В итоге, после разбирательств, вынесенный приговор был отменен. Вспомнили участники круглого стола также случаи публикации людьми в мантии непристойных и порочащих имидж представителей российского правосудия. Участники отметили, что законом, образом которого является и судья, такое поведение строго запрещено. Государство добивается процветания только в том случае, когда власти, помимо его основной ценности властвовать, неотъемлемо присутствуют духовно-нравственные ориентиры. Каждый судья должен осознавать, что он является носителем судебной власти, быть верен судейской присяге, дорожить судебной честью, быть неподкупным, независимым и строить свое поведение на службе и в личной жизни в строгом соответствии с кодексом судейской этики. Кроме того, по словам участников, в обществе имеют место жалобы жителей на неприкасаемость судей. Их поведение, как указано почти в каждом обращении в общественный комитет, говорит о высокомерном отношении не только во время процесса, но и в повседневной жизни. Возможно, именно поэтому, отметили участники круглого стола, места представителей судебной системы в зале пустовали в ходе дискуссии.